Украинское зерно практически уничтожило сельское хозяйство Европы. Елена Субботина на Конте за 15 апреля 2023 года. Польские, французские и болгарские аграрии требуют власти отменить поддержку украинских фермеров и помочь своим гражданам. То есть, если говорить проще, украинское зерно, дешевое и некачественное, заполонило рынки Европы, из-за чего местные аграрии оказались на грани краха. Линии Солидарности, которые ровно год назад запустил ЕС для поддержки украинских фермеров, в конечном счете уничтожили свое европейское сельское хозяйство. Протесты с требованием принять меры против засилия украинского зерна не прекращаются в Польше. На этой неделе акции будут проводить и болгары. Яблоком раздора в отношениях Киева и Варшавы стало зерно. Украина и Польша ссорятся из-за запрета импорта продовольствия. После решения Польши временно приостановить импорт в страну украинского зерна, с истеричным заявлением выступил Киевский Минсельхоз. В аграрном ведомстве заявили, что запрет на поставки дешевого украинского зерна нарушает договоренности Киева и Варшавы и плохо влияет на союзнические отношения двух стран. Польша, в свою очередь, сообщила, что несмотря на «искреннюю» дружбу с Киевом, окончательно рушить собственную экономику, чтобы ублажить Зеленского, не собирается. Издание Bloomberg, комментируя жалобные заявления Киева, сообщило, что принятое Варшава решение ставит под вопрос существующие между Украиной и Польшей отношения, и зерновая ссора может привести к потере Зеленским верного сторонника в лице Дуды. Против поставок дешевого украинского зерна, польские фермеры протестуют уже давно, так как низкокачественное продовольствие по заниженной цене оседает на внутреннем рынке Польши и не дает возможности отечественным производителям реализовывать свой товар. Из-за массовых протестов в ЕС сейчас стоит вопрос пересмотра торговой либерализации с Киевом. Ранее также стало известно, что Минсельхоз Словакии запретил продажу и переработку украинского зерна из-за пестицидов, которые были обнаружены в поставленной Киевом партии. Недовольство поставками украинского зерна также давно назревает в Румынии, так как предоставление особых транзитных условий для Киева полностью разоряет местных фермеров. Венгрия временно запретила импорт сельхозпродуктов с Украины. А буквально на днях у Украины с Польши разгорелся еще один скандал. Выяснилось, что трем крупным мукомольным заводам Польши было продано техническое украинское зерно под видом польской пшеницы. 12 апреля на заседании Сейма депутаты задали министру сельского хозяйства Роберту Телюсу прямой вопрос, едят ли поляки хлеб из молотых насекомых и технического зерна. Зерновая сделка имеет две стороны. Она вроде бы вручает Украину в какой-то степени, выгодно Западу, который получает дешевое зерно, но с другой стороны она разоряет сельское хозяйство стран ЕС. Всему свое время. А ваш таксист, она же Елена Субутина. Украинское зерно практически уничтожило сельское хозяйство Европы. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...